Останавливайте, сейчас полоснабжу. Нажмите еще раз на красных ночевых проектов. Простите, а вам нужно два стола? Сейчас нужно? Потому что здесь много, а столик у нас один. Если люди подойдут, тогда они не будут сидеть. Ну, возьмите, если вам срочно надо, возьмите. Да, нужно надо. Да, возьмите. Майдаль берите. Как раз срочно, значит, куда же. Спасибо большое. Пожалуйста. 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 Не, ну просто еще мужчина тоже. Пожалуйста. Пожалуйста, подвижался руки. Продолжение следует... 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 Нет, а был у вас пример такой, что вы поставили всю задачу, цель, потратили ресурсы, шли к ней, время потратили, ресурсы, а потом, когда начали добились этой цели, в конференции, видите, поняли, что это не ваше. Может, у кого-то было, что вот я потратил, он вовремя остановился в помощи. Это может быть выбросы партнера, может быть, какие-то профессиональные деятельности, любая, увеличение хода. Кто готов скатать, кто готов? Я скажу слопенье, давайте слопенье, чтобы вам легче было. Моя детская мечта была в 15 лет, я хотел быть капитаном дальнего плавания, моря, океаны, там, какие-то формы, большие корабли. И я в 15 лет поступил учиться в мореходной училище в Адиостоке, отучился в военно-морской училище, отучился 4 года. И в 19 лет с дипломом судовой техник-механик я пошел на свое первое судно. И первым же делом, что мне дали, я судовой техник, это машинное отделение, не сказать так, Ярослав, значит, у нас тут генеральная идет уборка, мы тут генеральный ремонт, значит, швапы, ломки, солярка и мой двигатель. И так, в общем-то, два месяца мы этим занимались. Чистили двигателя, наводили порядок, известно, на прочее. Я думал, ну, на этом закончится. Пошли уже в моря, и, в общем-то, все поблагалось то же самое. То есть я понял, что я один, в машинном отделении никого нету, я и главный механик иногда появляется. И буквально через месяц после, когда мы шлифт в море, я понял, что это не моя профессия, потому что я экстраверт. А общался было не с кем, с машинами. Эта работа не для меня, и я почувствовал, как мне плохо, как ужасно. Боже мой. Куда, к чему я стремился, где те розовые мечты, мои желания, мои ресурсы, которые я взял, ого, это классно, я буду там получить это воскосложение, этого не было. А все отчего, потому что я когда думал, я думал о том, что, о, как это так классно. Я спинерисовал, туман. В чем большая проблема, если пришли, как раз, потому что текущая проблема в том, что у нас, мы рисуем себе задачи, какие-то цели. Как я привел пример, простой самый, там, скажем так, доченька. Мам, куда ты учиться? Ну, доченька, какая-то профессия хорошая. Ну, может быть, психологом, может быть, адвокатом, знаешь, сегодня очень такая профессия денежная, популярная. Ну, и доченька от ума пошла учиться, потому что, там, может быть, папа тоже адвокат, да, подучился. И потом, когда приходит время этой заниматься, уже идет другое ощущение. Мы работаем, воспринимаем это через чувства. Не от ума, а через чувства. И здесь возникает конфликт. То есть я с ее задачи, проблема в чем? Я себе ума надумал, ума, это, справа мне, как политиканы, которые говорят, мы там построим коммунисты, детские садики, дороги будут у вас, все же хотите, все будет. Классно, супер популисты, молодцы, так, мы тебя избираем, давай продвигаем эту программу. Пришли к экономистам. Экономисты – это ресурсы. Какие-то говорят, ну-ка, сколько это стоит? Ну, извините, просто мне не столько ресурсов. Знаете, ребята, вы тут, конечно, надумали себе, намечтали, но у нас нет таких ресурсов. Рисурсов у нас у человека, что это наша энергия, сравнивается с этим, да, аналогия. То есть я себе умом надумал, это хочу, классно, но когда я с ним все прикоснулся, мое чувство, моя душа, мое сердце. Кто здесь, я думаю, как говорить о эзотерике, кто здесь атеист полнейший? Кто не верит в духовность, в Бога? Какие-то товары не посещают. Да, супер, это обучает мою задачу. Классно. То есть легче понимать, да, то, что душа, которая всегда находится здесь, она не помнит свою задачу, для чего он здесь. А если все время остается, вроде как, и нормальненько, но чего-то не хватает? Кажется, что можешь больше во все время. Это уже вопрос к своим предназначениям, предназначениям. Это более глубокое предназначение, когда душа говорит, да, это не то делаешь, немножко не то. А что не делаешь, все равно приходит период, когда не надо дальше идти. Развитие это хорошо, нужно просто посмотреть свои, или выполнение идет программ, посмотреть свою натальную карту. Какое твое значение, что должен, ну, это вернется. Давай сейчас расскажите, кто, как вы имели такие вот ситуации. Вот я выучилась на бухгалтера, да, ну, не на бухгалтера, а на финансиста. А потом пришла к тому, что, ну, бухгалтер-то я, может, и хороший, но полного удовлетворения я этого не получаю. Отлично. Как раз мы говорим о том, что вот, что ресурсов здесь нет. Здесь нет ресурсов. При этом я, опять же, такой, тот же экстраверт, который хочет общаться, хочет взаимодействовать с людьми, а не только с цифрами. Да, замечательно. Вот сейчас как раз с вами пройдемся, технику. Сейчас я вас подготавливаю, как самому, вот, технически правильно это все сделать, пропустить через ум, через сердце добавляем, правильно поставить себе цель, чтобы она не расходилась нашим с умом и умность разговариваться с душой. Это очень важно. Давайте, давайте, короче, какого-то духовка, пример. Голубь, да? Не, ну, а тоже, скажите, да, вы хотели сказать. Ну, у меня таких глобальных не было целей, как-то так оно все шло. Для вас его самое большое. И я не жалела, да, что я что-то выбрала в профессии. Единственное, я однажды хотела бы выучить язык, допустим, английский, и начала бы его изучать, но у меня не получилось. То есть все это оборвалось, ну, может быть, материальная причина, может быть, я не чувствовала заинтересованности преподавателя, но как-то так все сошло на них. И еще тоже вот жизнь, жизнь мужчины, допустим, вкладывала энергии, силы, вот, ну, как-то так все не оправдалось. Вот 4 года и, в общем, мы расстались. Да, по взаимоотношениям тоже. Вроде бы как вкладываешь силы, энергию, идешь, идешь, идешь в том. Хороший вопрос. Запишите, пожалуйста, вопросы по семейным отношениям, что я специализирую на семейные отношения, я действую. А потом кеда в руки, видите, как я тут все, что могла сделать, а я пошла дальше. Я с удовольствием отвечу, какие будут семейные отношения, по ходу вообще нашего материала записывайте, я с удовольствием отвечу, это основная моя деятельность. Окей, у кого еще, друзья, Татья? Ну, мне не было такого, чтобы я шла в цели разочаровалась. У меня два раза было, что я не свою цель выполняла. Я не просто струсила, я свою цель выполнила. Так, хорошо. Кто еще? Да, что уже не свою цель выполнила, потом разочаровалась в том, что закончила работа и удовольствовала. Как вы знали, что это не ваша цель? Ну, я просто, когда я закончила школу, у меня не было конкретного, чего бы я очень хотела. Мне посоветовали. И я пошла туда, куда посоветовали. И когда у вас пришло вот это ощущение того, что это не ваше дети? Уже когда я начала на предприятии работать. То есть начать соприкасаться с этим, да? Да, непосредственно. Испытывать чувство, да? Да. Испытывать чувство от того, чем мы соприкасались. Если бы у вас была возможность, вот подумайте себе, я сейчас дам вопрос в том числе. Если бы у вас была такая возможность, когда вам предложили какую-то профессию, скажем, адвоката, да? Любая, какую вам предлагали. То есть те, кто у каждого свой опыт, да? Профессию или какая-то деятельность. И вы через ум себя пропустили, да? Нарисовала красиво так. Обычно мы рисуем картинки, как радужные себе, да? В отношениях особенных, да? Иначе мы зачем этим занимались? Если мы негативно, мы видели все негативно, а зачем нам не нужно? Потому что чувство хорошее. И как правило, да, особенно когда личные отношения, это другая тема. Когда мы находимся, попадаем в чувственные отношения, попадаем в гормональную зависимость, у нас все моментально становится в розовых красках. Мы же не видим реалии. That's a big problem. Да, так хорошо. Мы себе рисуем самые прекрасные картины. Мы не видим реальность, мы не забываем. Но когда проходит гормональное объединение, обычно от трех месяцев до четырех месяцев, то есть от силы этой энергии. Мы просыпаемся, будем прекрасное утро. Потому что кто здесь возле меня спит? Кто такой? Кто такая? Боже, ну как я вообще мог с тобой прожить эти два года? Я же явный был. Я не был с ней два года. А кем он был эрдес? На самом деле так происходит. Точно. А вот эта фигура речи или вы пространство подсчитаете? Это реально, реально, скажем, в зависимости от силы гормонального объединения, насколько чувства сильны были, страсти, которая на этого человека идет. И когда это проходит, все занимается реальными, мы становимся реальными. Гормоны, которые уделяются от привлюбленности, в зависимости от эмоционально-сексуальной, приравниваются к действию морфина. Сильнейший гормон. В самом деле. Вспомните себя, я смотрю на это. Когда в любом случае договорили, да нет, ты посмотри на него, да он не такой вообще, он плохой, или там она такая нехорошая, мы что всегда... Это не твое дело. Мы отвергали, да. Типа, если я там самовиден, либо я говорю, да нет, да вы хотите специально там, вы не понимаете, он хороший вообще человек, даже если ты видишь, ну вот всегда находишься на оправдание, он не справится, он будет классный, вы просто не понимаете, вы завидуете мне, вы не хотите мне счастья и все прочее. Да? Так происходит. И в этом-то есть проблема. Почему? Ну, это другое условие, что мы должны принимать решение, мы подошли к плану, потому что мы должны принимать решение в соответствующем состоянии, если касаться отношений. Давайте, что я знал на какую тему больше. Какая тема вас больше интересует, межличностные отношения, или выборе, скажем, что-то бизнес-профессия? И то другое одинаковое. Давайте покажите, кто хочет межличностные отношения, семейные межличностные отношения? Ну, все. Окей, три человека. Так, они уже, ну, все хорошо уже. Кого несут больше в выборе, много целей, скажем, по жизни. Бизнес, работа, цель. Отлично. Ну, то есть, наверное, кто это зайдет. Замечательно, хорошо. То есть, вы поняли, да, основная задача, основная проблема, которая у нас возникает при выборе целей, это то, что мы не согласовываем свой ум со своим сердцем. Ресурсы нам дает сердце. Душа. Душа дает добро. Да или нет? Помните, наверное, да, вот что-то пошло, вроде хорошо, все классно, но что-то не так. Вот это некрасиво, да. А вот чувство некомфортно. Да? Ну, что-то здесь. А то же, как разобрать, это душа или какие-то блоки внутренние? Это вопрос другой уже. То есть, сначала нужно очиститься, чтобы понять, насколько твои ощущения первичны, это не ум беспокойный, который постоянно шевелится, или это голос души. Это нужно очиститься сначала. Как вот, чтобы почувствовать истинный вкус пищи, надо поголдать. А ты поголдал, ты знаешь, простой хлеб, как такой вкусный, вау. Я, по-моему, на рыбалку ходил, такой, ведешь, там, да. На простой воды, всегда холодный такой, идешь, дома наелся, ну, все, ничего не хочу. Посидел, 3-4 часа такой, голодный. Помню хлеб там, этот, на, на, хлеб брали на кормушку, там, этим, по рыбкам. И там остался хлеб, и он, наоборот, самозел. Потом, посекал, где-то хлеб, и он по коже нашел, поскочил, и, вау, такой вкусный. Так же это, с этими ощущениями, когда мы тогда можем истинно чувствовать голос нашей души, когда мы, когда мы чисты. Чисты самого простого, это тело, эмоции, сознание, дух. Наши все тонкие тела, все составные наши части, когда мы чисты, тогда мы можем это услышать. Если мы загрязнены, допустим, если я под алкоголем, как я могу услышать голос совести? Никак. Как я смогу услышать голос разума, который говорит, эй, that's not for you, man. Это не для тебя. Это сексуальное влечение. Не строить соотношение сексуальной близости. Не с этого надо, с разумом. Что есть в этом человеке, совпадает цель, которая есть у меня, у него. Так оно должно быть. Вот это одна из первых учений, очень важная первопричина, которая сегодня есть. Я по опыту своей работы к консультации, провожу куховочные консультации, индивидуальные консультации в основном семейные и международные отношения. И, как правило, большая проблема в том, что люди приходят с запросами, которые идут в голову. Причем даже не то, что касается чувств, человек хочет становить отношения, наводить отношения в семье. Говорит, хочу полюбить своего мужа. Хорошего мы это медитируем, попросили, сделали медитацию. Где вы здесь выдаваете чувство? Люди, вспомните, когда вы в последний раз убили своего мужа. Где это чувство было? Здесь. Чувство любви. Чувство любви здесь. Как можно будет вам говорить, что у нее будет ресурс, чтобы здесь чувствовать? Да? No connection. Это вот это большая проблема. То есть, вот это восстановлено, это запишите, пожалуйста, себе, номер один. Это, когда мы ставим себе цели, любые цели, бизнес, работа, отношения, духовное развитие, семья, учеба, все, что ты хочешь. Мы должны соприкасать, соизмерять чувства и ум. То есть, ум сначала придумывает, а потом это, это эти, то, что мы себе нарисовали, должны пропустить через чувства. Очень важно пропустить через чувства. Кто как может, выукли, возможности, есть какие-то. Самое оптимальное, это погружение, медитация, визуализация. Мы проводим, у нас есть виртуальная, реальная жизнь, когда мы помещаем идеи в ситуации, из которой не хотели бы пройти, для того, чтобы почувствовать себя в той ситуации, в которой им предстоит прожить. Симуляция полетов, да? Прежде чем лететь, ты попадаешь в виртуальную ситуацию, проживаешь эмоционально, физически, потом, когда уже все это реально, ты готов к полету. Так же это. То есть пропускаем, хап-хап пропускаем. Значит, максимально, вот это очень важный момент, как мы пропускаем, то, что мы действительно рисовали, мы должны пропустить через все-все центры. Скажем, если это касается работы, третий центр, знаем, да? Третья чакра. Я умомно придумал, я хочу бизнес. Бом-бом-бом. Я должен пропустить сейчас третий центр. То есть любые цели, которые ставлю, тоже сначала осознание, к каким центрам она относится. Если это любовь, это четвертая чакта, да? Если это сексуальная вещь, вторая чакра. Если это здоровье, занятие спортом, первая чакра. Если это обучение, пятая чакра. Если это философия, эзотерика, познание мира и себя, шестая чакра. Связь с Господом, со Вселенной, получение энергии, седьмая, соответственно. И когда мы думаем о том занятии, которое мы сильно планировали, вот мы хотим заняться, работать. Я думаю, вот так. Я с партнером сделаю совместное предприятие, и вот мы будем выпускать велосипеды там. В общем, если визуализируешь, ты сначала пишешь весь полный план, пишешь на бумаге. Во-первых, все планы должны, все действия, все наши мысли начинают работать тогда и только тогда, когда они материализуются. Первая материализация – это озвучивание, вибрация физическая. То есть, пока я подумал, это еще не есть материализация. Мысль – это не есть материализация. Ну, она вообще есть, она материальна вообще, но в плане реализации нашей цели конечной, она не является материальной. Итак, сначала я подумал, затем я озвучил, проговорил, затем прочувствовал, затем я прочувствую, да, пропускаю через чувства. И пропускаю. Сам первое чувство пропускаю – это номер один проверитель, проверитель, контролер самое первое – это сердце. Сердце там, где находится у нас душа, наша душа и парамат. То есть, мы пропускаем, и мы себя, то есть, каким его супер пропускаем, мы помещаем себя в эту ситуацию, да, я вижу, я в ванной безусловие, я вижу, я своим партнером, мы начинаем, шаг за шаг, строим бизнес, открываем офис, приглашаем людей, продаем продукцию и так далее, и так далее. Пропускаем как можно детальнее все ситуации, которые у нас возможны. Максимально для этого, естественно, я должен иметь четкое представление, что мы будем делать. И акцент должен сделать на тех ситуациях, которые будут не очень приятны. Да? Когда все хорошо, это легко и здорово. Но когда здесь критическая ситуация, как мы выйдем с критической ситуацией? поскольку критическая ситуация показывает нам, что у нас слабое, чего у нас не хватает, каких ресурсов не хватает, именно критическая ситуация, тонко там держится. Это очень важно. После того, когда мы пропустили через сердце, мы пропускаем через тот центр, которому принадлежит данная деятельность. Если это работа, какая чакра? Третья. Третья клетка. Но всегда хорошо, чтобы через две чакры пропускать. То есть первое, мы сказали контролеры, это сердечное, это обязательно, почему-то, потому что там идет как бы проверка на экологию. В моем понимании, это проверка на экологию, насколько эта деятельность приемлема для моей души. Да? Душа говорит, как бы, мое это назначение, это мое деятельность или не моя деятельность? Скажем, я хочу стать судью. А душа говорит, мое назначение, прости, пожалуйста, это не то, это наказание, это кшатри, это воин, это не мое, мое задача, не вас сердят. Она говорит, да, это хорошее, но это нехорошо, не чувствую себя комфортно. Соответственно, когда ты будешь заниматься этой деятельностью, быть судьей, хорошая, престижная работа, классность, денежки хорошие, но душа не радуется этому, потому что она понимает, что ты не выполняешь свое назначение. Среда задача, как я взял, вот это мы должны помнить, что, напомню, что мы здесь, тогда будем себе чувствовать комфортно, жить гордыми с собой, с окружающим миром, когда мы выполняем свое назначение, да? когда мы выполняем свое назначение. Вам не понятно, что это? Не, понятно, а как понять, чем мы можем? Запишите вопрос, да, сразу записывайте, нет, потому что это здорово, что вопрос возникает, это классно. Вот, чем больше вопросов возникает, тем лучше, значит, есть возможность, чем работать. Запишите, мы потом их отсюда, да? Если, скажем, не будет времени, я расскажу, что может взлет, и куда направиться, так далее. Окей, итак, значит, мы пропускаем через первый контролер, это нашу душу, наше сердце, сердечная чакра, и через ту чакру, которая, деятельность которой направлена, да? Окей, есть вопросы по этому, сейчас, если нет? Замечательно, пропустили. Теперь здесь очень важно качество, для того, чтобы было качественно, чтобы я получил ответ. Можно, извините, когда мы перепропускаем через определенную чакру, то есть мы сосредотачиваемся на этой чакре, и одновременно мы слим образами, то есть представляем эту цель, как мы к ней идем, правильно? Или как? Сама методика пропускания через... Хорошая правда. Ну, как бы, сейчас все прислали, это, как бы, такой первый уровень, да, мы сейчас говорим, я говорю, сейчас хочу обозначить такие главные ступеньки, через которые нужно проходить, чтобы выбрать себе цель. Поле подробно, понимаете, что каждый очень глубоко нужно изучать, чтобы быть, ну, высокого персонала, сейчас, то, чем сейчас дам, оно будет достаточным, для, общего понимания. Ну, кто-то уже, может, имеет опыт, вы можете прямо уже использовать. Но, если кто-то хочет более глубоко, глубоко изучить эту тему, то есть нужно в нее внедряться. Да, скажем, та же процесс визуализации. То есть, как бы, это может занять целых 2-3 часа, так правильно визуализировать. Ну, коротко. Да. Сейчас мы... Мы предоточились на чакре, представлены эту цель, или нет, или я неправильно. Хорошо. Значит, давайте мы говорим, мы представляем, мы гадализируем, представляем справедливость, которую мы хотим. Я организовываю бизнес. Я вижу конкретно, причем, чем детальнее это нарисую, тем лучше. Я шаг за шагом, как я это делаю. Вот я с моим строителем подписали контракт, пошли искать офис, нашли офис, находим работников, заключаем контракты, маркетинг и так далее. То есть, шаг за шагом, как мы...